Одобрив повестку дня, члены Кабмина перешли к рассмотрению проекта закона о бюджете фонда репатриации на грядущий 2016 год. Как отметил его председатель Джон Смыр, все цифры в представленном документе были согласованы с Государственным комитетом по репатриации. В фонде ожидают рост прогнозируемых доходов на 14% в сравнении с 2015 годом. Далее доходная часть нашего бюджета составляет 143 миллиона 69 тысяч рублей. Источниками дохода бюджета являются следующие источники. Первое – это страховые взносы, это в размере 132 миллионов, дальше мобилизация просроченных доходов в размере 10 миллионов. Однако, как отметил Смыр, вместе с тем растут и расходы фонда. Сегодня более 80 семей репатриантов живут на арендуемых государством жилплощадях. В этих целях ежемесячно республика тратит около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Расходная часть нашего бюджета из чего состоит? В первую очередь на общегосударственные вопросы. Туда входит функциональное функционирование органов исполнительной власти. Это 5 миллионов 277 тысяч, а на общегосударственные 61 миллион 777 тысяч рублей. Первый вице-премьер Шамиль Адзинба отметил важность деятельности комитета по репатриации. Однако критики он подверг работу фонда. Более того, выяснилось, что в комитете штат составляет 19 человек, а во внебюджетном фонде 21. Фактически у нас два комитета. Фонд работает как комитет и комитет, который работает как комитет. Поэтому этот вопрос, наверное, будем в течение текущего 2016 года работать на леде, будем ситуацию менять. Это неправильно, потому что здесь деньги, которые могли бы пойти на поддержку из патриарха. На расходы Дорожного фонда республики на 2016 год запланировано 55 миллионов рублей. Его бюджет, как известно, формируется из налогов на реализацию горюче-смазочных материалов и налогов, которые платят автовладельцы. Последние сборы в 2015 год резко сократились, хотя в октябре-ноябре показатели существенно повысились. Премьер-министр Артур Миквабия связывает это со сменой руководства МВД. Например, за ноябрь, за октябрь месяц резко выросла данный вид налога, поступления. Какое? Ну вот вы же спрашиваете про транспорт. И дальше продолжается? Да, абсолютно правильно. В 2016 году Пенсионный фонд республики ожидает значительного роста своих показателей. Об этом рассказал его председатель Руслан Аджба. Доходная часть и расходная часть на 2016 год программизируемые доходы и расходы впервые превисит 1 миллиард рублей и составит 1 миллиард 39 миллионов из 2 тысячи рублей. В начале 2015 года пенсионеры республики столкнулись с задержкой выплаты пособий. Дабы избежать подобную проблему в будущем, предполагается создать резервный фонд в размере 72 миллионов рублей на 2016 год. С резервный фонд почему мы предусмотрели? Вот как раз мы в этом говорим, что у нас разрывы кассовые в начале года. Если взять статистику последних лет, то в январе месяце обычно у нас поступление составляет 21-22 миллиона, а потребность 65 миллионов. Немало вопросов вызвали цифры планируемого на 2016 год бюджета фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Если в 2015 году он составлял 60 миллионов, то на 2016 год фонду, по словам его председателя Бадри Агрба, требуется 111 миллионов. Ясность внесла начальник экономического отдела Кабмина Илона Лакирбая. Планируется выплаты с фонда заработной платы бюджетникам, то, что ранее им производилось. Поэтому, если я из проекта закона на 2016 год заработной платы, это примерно 50 миллионов. Получается, роста нет, если вы брали заработную плату? Потому что роста нет, потому что еще есть одна статья по мерам поддержания инвалидов, где республиканский бюджет 20 миллионов перечислял. В этом году изыскали возможность только 4 миллиона перечислить. Премьер-министр подверг критике тот факт, что у фонда остаются нереализованными путевки на курортно-санаторное лечение ветеранов. Ведь желающих поехать немало. Возможно, не все ветераны об этом знают. И это недочет работы фонда, подчеркнул Артур Миквабия. Также на заседании были утверждены бюджеты фондов обязательного медицинского страхования и социального страхования. Предложенные проекты в дальнейшем будут отправлены в парламент на рассмотрение депутатов.